всем привет вы на канале картины маслом свинар оксаны и сегодня я хочу вам показать свою серию картин из глубины морской называется первая картина которую я сделала вот эта работа выполнена масляными красками на холсте пост на подрамнике выполнена это развивание масляных красок предварительным подмаревка изначально с помощью разбавителя любого можно надо просто пробовать либо тройник брать либо смешивать лак развалитель смотря сколько чего смешаешь так будет либо сильно печь либо будет печь тихонечко это надо пробовать я сама не помню что там я смешала какие именно лак разбавитель масло вот в хаотичном порядке я наносила масляную краску она у меня текла пост поворачивала в разные стороны конечно смотрела чтобы получили красивые потеки и потом подмаревки уже я увидела морских обитателей а главное в этой картине рыбка вот она рыбка такая рыбка вот у нее глазик рот и вот это у нее такой хвост и плавники здесь красивые необычные получились а вот это хвост второй рыбки которая устремляется вверх то есть из глубины морской куда-то вверх вот так это я увидела и записала получается потом только глазик что-то еще по моему в основном только глаз и дописала после после подмаревка я дописала здесь совершенно чуть-чуть и получилась уже не просто абстракция а полноценная картина с какими-то главными героями и каким-то сюжетом вторая по-моему я уже не помню наверное по порядку в какой очередности были написаны картина я не помню вот эта картина выполнена на фанере я решила написать попробовать на фанере у меня есть несколько панет толщиной около пяти семи миллиметров толстая достаточно фанерка вот такая деревянная рисунка тяжелая вот и я ее закрунтовала акриловым грунтом и на ней сначала выполнила подмалевок акриловыми красками у меня был сделан подмалевок у меня получились такие красивые морские водоросли цветочки и тут конечно маслом здесь уже дописывать не стала так как это очень красиво и так вот а маслом я что дописала маслом немного дописала водичку кое-где здесь просветы небольшие имеются про водичку написала некоторых рыбок написала масляными красками чуть-чуть а так в основном картина получилась почти готова после первоначального подмалевка вообще по поводу письма на фанере хочу сказать что не стоит писать на фанере а лучше писать либо на холсте либо либо на арголите так как фанера это живой материал но особенно толстая фанера а он при намокании либо изменении какой-то обстановки на нем изменяет свою форму то есть его ведет фанеру ведет и как она потом изменит свою форму так ее больше уже выправить и нельзя ну вот эту фанеру чуть-чуть повело но в ранее этого не видно то есть она немного как бы изогнулась вот так вот не сильно но немного изогнулась тугой как бы чуть-чуть не примыкает например здесь в углах в принципе это не мешает ей быть красивой и симпатичной но лучше этого не делать потому что в следующий раз может быть может повести эту фанеру так что ее и повесить нельзя будет вот арголит вроде бы сделан также из деревянной стружки но он более гибкий даже если его сначала чуть-чуть идет потом если его положить на розовую поверхность он выпрямляется если еще грудном немного приорит он выпрямляется и вставляешь его в рамку так как надо и все становится ровненькая поверхность ровная горит становится вот из глубины морской также называют номер какой не помню данная картина здесь у нас кто из живности вот медуза плывет красиво рыбки здесь тоже кто-то непонятно кто то ли цветочек то ли это какой-то морской житель много разных мелких рыбок планктона и всех других морских обитателей ярко позитивная работа но тяжелая это понять еще две картины я вам их уже показывала в предыдущем видео покажу еще раз выполнены на арголите с использованием сначала подмалевок был сделан акриловыми красками красивые очень акриловые потёки получились вот эти вот морские жители похожи на медуз либо либо каких-то цветов морских наверное скорее всего это медузы такие пачками пачками плавают потому что у них есть вот это вот их тело и еще какой-то типа хвоста либо плавников у них есть и главный у нас в этой картине это морской змей у которого изо рта вот такой выливается волшебный нектар либо что-то там такое красивое непонятное необычное и волшебное очень нравится эта картина часто когда делаешь развивайку то есть картину делаешь несколько этапов сначала подмалевок который льется часто из этого получают морские картины так как краска льется соответственно что мы из этого видим воду так как вода льется также получаются такие потеки напоминающие водные водные потеки либо плывущих обитателей лагет собственного производства деревянный сосна покрытые акриловой белой краской и текстурные пасты сделан рекорд такой я думаю очень сочетается очень подходит данная рама на картине и вот эти вот такие цветочки напоминают морские возрасты и еще одна работа тоже из глубины морской с морскими цветами обитателями также выполнена на гореть и предварительно подмолевок выдел акриловыми красками и впоследствии дописан масляными красками уже густой краской на цветы дописаны вот здесь как будто какой-то скат на плывет красивые цветочки цветочки тоже рыба может быть какая-то вот такая вот серия картины с глубины морской сейчас я сделала еще подмолевок акриловой краской подмолевок сделала и также напоминает будет следующая картина из этой же серии там красивые очень водоросли смотрите следующие видео я буду снимать мастер-классы по моим подмолевкам подписыванию картин из подмолевка всем пока до скорых встреч Продолжение следует...